Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. В Советском районе Самары началось комплексное развитие территории. Глава города Елена Лапушкина встретилась с жителями, чтобы обсудить процесс. В Самарской области назначили руководителя регионального министерства туризма, кто возглавил новое ведомство. Творцы своего уюта, как преображается двор на Прибрежный 10 в Ленинском районе Самары. Время золотистых и душистых бахчевых. Эксперты рассказали, как выбрать дыню и насколько она полезна для организма. В Советском районе Самары началось комплексное развитие территории. На месте старого и даже ветхого жилья со временем появятся новые дома. Сейчас в программу попали строения по проспекту Карла Маркса улицам Санфирова, Ивана Булкина и Блюхера. Из-за того, что программа в новинку для жителей города, у них возникает много вопросов. Некоторые из горожан не согласны с условиями. За помощью и разъяснением деталей, собственники квартир в доме по улице Ивана Булкина 91 обратились к главе Самары Елене Лапушкиной. Наша съемочная группа была на встрече. Михаил Ермоленко расскажет подробности. Дом по улице Ивана Булкина 91 построили еще до 1975 года. Несмотря на его возраст, выглядит достойно. Все это заслуга жильцов. Они не только ухаживают за полисадником и в целом за зданием, но и отремонтировали большинство квартир. С недавнего времени дом, как и некоторые другие строения в микрорайоне, попали в программу комплексного развития территории. Она предполагает снос старого жилья и возведение нового, а также развитие социальной инфраструктуры. По проекту собственники получают либо денежную компенсацию от застройщика, либо готовый вариант квартиры. Большинство жителей микрорайона проголосовало за улучшение условий. Но жильцы дома 91 по улице Ивана Булкина выразили сомнения и проголосовали против программы. Во-первых, потому что люди боятся потерять район проживания. У нас очень удобная инфраструктура в районе. У нас кольцо Московское шоссе «Аврора». И с этого кольца 15 минут в любой конец города ты можешь доехать. На сегодняшний день нам сказали, что все остальное вы будете обговаривать с застройщиком. А как уж он поступит, мы никаким образом не можем прогнозировать. Жители советского района опасаются, что их собственность не оценит по достоинству. И вложенные средства, как минимум в ремонт, окажутся потраченными напрасно. Кроме того, собственники не уверены, что суммы возмещения хватит на покупку квартиры в том же районе. За разъяснением деталей программы и помощью жители дома обратились к главе Самары Елены Лапушкиной. Она пояснила, что переселенцы защищены, как минимум, рыночной оценкой квартир. В этой ситуации застройщик зачастую готов пойти навстречу людям. На это и направлена программа комплексного развития территории, на улучшение условий проживания и общего облика города. То, что вы беспокоитесь, то, что у вас возникают вопросы, совершенно понятно, совершенно логично. И здесь, конечно, мы готовы до бесконечности объяснять, что такое КРТ, как планируется, что сделано, что не сделано, какие планы. Потому что речь идет о вашем жилье, речь идет о вашей собственности, речь идет о вашем будущем. Комплексное развитие территории в Самаре появилось на основе опыта реновации, которая проходила в Федеральном Центре. О старте программы 15 июня текущего года Елена Лапушкина рассказала во время прямого эфира на платформе «Объясняем.РФ». Сейчас в областной столице сформировали список территорий, которые попадут под комплексное развитие. Всего создали 12 слотов. В частности, в список попали поселок Управленческий, Мехзавод, Безымянка, 113 и 116 километры Кубишевского района, а также Советский и Кировский районы. В Советском районе должны провести аукцион по выбору инвесторов. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Также глава города Елена Лапушкина провела встречу с жителями Советского района, чтобы обсудить судьбу здания по адресу промышленности 317. Напомним, ранее там располагался частный детский сад местного предприятия, затем образовательное учреждение, после чего его выкупило другое частное лицо. На встрече присутствовали руководители профильных департаментов, глава района и представители компании, в чьей собственности находится здание. Стороны обсудили беспокойство жителей о возможном строительстве по соседству, правовые возможности городской администрации в вопросе выкупа здания и дальнейшее развитие территории. Диалог с жителями и собственниками в поиске компромиссного решения будет продолжен. В Ленинском районе Самары продолжается благоустройство дворов. Так, новая и современная спортивная площадка уже в этом году появится во дворе по улице Прибрежной. Все работы ведутся в рамках проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Подробности в сюжете Ольги Волковой. Жители дома по улице Прибрежная 10 – творцы своего уюта. Год назад решили принять участие в проекте формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Вместе с администрацией Ленинского района разработали дизайн-проект. Результат не заставил себя долго ждать. Совсем скоро здесь появится современная и комфортная спортивная площадка. Нам захотелось благоустроить наш двор, чтобы у нас было красиво, чтобы было где провести время и молодым, и пожилым. Были разные у нас варианты. Мы хотели сначала детскую площадку, но детская площадка внизу. Мы решили, что лучше спортом будем заниматься. Обратились, нам помогли. Администрация во всем нам помогает. Работы уже идут полным ходом. По проекту здесь появятся турники и брусья. Будет уложено резиновое покрытие. Все дорожки заасфальтируют, поставят скамейки. Также обустроят прилегающий к территории газон. Сейчас мы делаем подготовительную работу. После чего будет установлено оборудование и уложено резиновое покрытие. По срокам работ у нас сроки до 1 сентября. Но мы идем с опережением графика. В Ленинском районе Самары активно ведутся работы не только по программе формирования комфортной городской среды. Всего в этом году будет выполнено 12 дворовых территорий благоустроенных по программе ФКГС и 3 территории по проекту содействия. В этом году мы делаем комплексное благоустройство асфальтирования, замена борта 18 адресов. И 18 также адресов. Это у нас будет выполнить текущий ремонт. В том числе те приоритетные адреса, которые определены по предписаниям ГИБДД. Контроль за выполнением работ на всех объектах под пристальным вниманием жителей, общественников и администрации Ленинского района. Каждую среду у нас называется строительная среда. И мы делаем комплексный контроль выполнения работ с участием техноотзора. Обязательно управляющие компании у нас принимают участие, управляющими к районам и представители жителей, которые подавали заявку. И представители администрации. Таким образом мы комплексно решаем все возникающие вопросы для того, чтобы обеспечить высокое качество работы на выходе. И чтобы все жители были довольны. Отметим, за последние 4 года в Ленинском районе благоустроили 79 дворов. Кроме того, в 81 дворе провели комплексное благоустройство. На 100 площадках выполнили текущий дорожный ремонт. Ольга Волкова, Константин Головин. События. В Самаре проходят обучающие семинары «Мой дом» для председателей Советов многоквартирных домов. Данный проект был инициирован в прошлом году губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. На семинарах подробно рассматриваются проблемные вопросы в сфере ЖКХ. Формирование размера платы за содержание и ремонт многоквартирного дома. Процедура проведения общего собрания собственников. На одном из обучающих семинаров побывала Светлана Тимофеева. Содействие активным жителям, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателей Советов МКД, ТСЖ, ЖСК и неравнодушных граждан промышленного района Самары провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в прошлом году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его задачей является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении МКД. Многие проблемы могут не решаться просто по причине, что люди не могут, не понимают, как грамотным стать обращением, куда обратиться, как обратиться, какие у них есть права, какие обязанности. В рамках данной программы на постоянной основе проходят встречи, обучающие семинары с населением, с активными жителями, также с председателями МКД, на которых задаются и рассматриваются все интересующие их вопросы. Мы как раз на данный момент меняли управляющую компанию. В связи с этим возникало много вопросов. Юридическая поддержка необходима. Потому что у нас существуют жители, которые в этом сведущие, но все равно не настолько, насколько хотелось бы. Потому что непосредственно от тех органов, которые этим занимаются, было бы более важнее услышать, наверное, моменты какие-то. Председателям Советов МКД рассказали, как работать в системе ГИС ЖКХ. Она позволяет без комиссии оплачивать коммуналку и отслеживать работу управляющих компаний. Кроме того, жители подняли проблему нарушения закона о тишине. Она особенно остро стоит летом, когда граждане открывают окна в квартирах. Стоит отметить, что полиция может отказать в приеме заявления, если документ оформлен неправильно. Чтобы председатели МКД могли решать вопросы эффективнее, власти внутригородских районов открыли ресурсные центры. В промышленном районе их четыре. На Краснодонской, 28, Старозагора, 114, Московском шоссе, 320 и Новый вокзальный, 176. Также в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателя МКД 8-800-55-55-263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Тимофеева, Василий Калдашов. События. Популяризация внутреннего туризма и создание качественной инфраструктуры для отдыхающих. Такие задачи стоят перед новым министерством туризма, которое создали в Самарской области. Ведомство возглавил Артур Абдрашитов, который ранее руководил департаментом туризма. Чем может привлечь самарский регион гостей из других субъектов, расскажет Светлана Кудрявцева. В Самарской области создано Министерство туризма. Его руководителем стал Артур Абдрашитов. Ранее он возглавлял департамент туризма, входивший в структуру Министерства культуры. Основными задачами нового ведомства станут реализация государственной политики в туристической сфере, разработка стратегии развития отрасли, работа по созданию туристической инфраструктуры и популяризации внутреннего туризма. Это одно из перспективных и недооцененных направлений развития региона, отметил губернатор Дмитрий Азаров. Мы заинтересованы в том, чтобы люди приезжали в наш регион и увозили отсюда впечатление и память о нашей прекрасной земле, о доброжелательных людях, которые здесь живут. Мы создали Министерство туризма, понимая, что эта отрасль имеет нераскрытый потенциал на территории нашего региона. Региона, который всегда считался индустриальным, промышленным. Помимо того, что это возможность придать новый импульс развития нашим знаковым местам и достопримечательностям, мы видим сегодня, что это и колоссальный сектор экономики, который будет увеличивать свой вклад в опережающее развитие региона. Сегодня Самарская область входит в десятку самых популярных туристических направлений в России. В 2019 году в Самарской области побывали 1,243,000 туристов. В 2021 году 1,710,000. Только в первом квартале этого года на территории региона отдохнули уже 529,000 туристов, что на 91% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом география туристического потока с каждым годом расширяется. Полюбоваться красотами Самарского края приезжают гости со всей России и из других стран. Растет не только число туристов, увеличивается их вклад в региональную экономику. Но, по мнению экспертов в сфере туризма, Самарской области не хватает. Развитой инфраструктуры. Этим шагом мы показываем, что да, это для нас приоритетное направление. Туризм приносит большую прибыль для региона, для города, в любой стране, в любой точке мира. Поэтому этому уделяется особое внимание. Насчет развития. У нас много объектов в Самарской области и культурных, и природных. На мой взгляд, не хватает инфраструктуры развитой. Люди хотят отдыхать просто в качественной инфраструктуре. Поэтому, когда они делают санузел, качественное размещение по проживанию с ночевкой, то, в принципе, этого уже достаточно, чтобы люди платили по 5-6 тысяч за ночь. И им нравилось туда ездить. И там стоит очередь, чтобы записаться, например, в Смолькино. Это по Цизрине в Рачейском бару. Это нужно за полгода к ним записываться. Вот он какой спрос, а получается у нас дефицит мест размещения, которые имеют достойные условия. Не все готовы с палатками отдыхать. Тем не менее, в прошлом году в Самарской области реализовали 13 проектов, которые стали победителями конкурса грантовой поддержки на развитие внутреннего и въездного туризма. Среди них проекты по строительству новых и оснащению существующих кемпингов и глэмпингов, развитие веломаршрутов и маршрутов катания на собачьих упряжках в экопарках, а также создание новых сервисов для туристов. Самара – очень такой насыщенный регион по объектам. Географически очень удачно расположен. Большое количество регионов и людей проживает в соседних регионах, поэтому добраться сюда удобно. Самара и города, там Тольятти, Сызринь, да, это экскурсии по городу. Ну, если брать крупных туроператоров местного туризма, то у них до 35 программ экскурсионных только по Самаре. Ширяево, безусловно, объект очень такой российского уровня. Наши Жигулевские горы, Волга – это сплавы, это отдых на воде. Миллионный город, который сохранил вот эту тишину старого города, где можно почувствовать себя в некоторых местах, как будто ты сто лет назад перенесся во времени. Это уникальное, по сути, явление. А если взять близость природного заповедника, достаточно переправиться через Волгу, это 7 минут на скоростном катере, и вы оказываетесь в нетронутой природе, с дикими животными, с огромным количеством проток, то это тоже, по сути, уникально. Это и велосипедные туры, и пешие маршруты, и байдарки. Привлекают туристов не только природные красоты, но и яркие культурные события, которые проводятся на территории Самарской области. Этим летом Самарская область стала местом притяжения гостей из самых разных уголков России. С размахом прошла 30-я юбилейная студенческая весна. Состоялся первый фестиваль авторской музыки «Самфест», который стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив и собрал более 50 тысяч зрителей офлайн. После двухлетнего перерыва прошел в очном формате знаменитый Грушинский фестиваль, объединивший 50 тысяч любителей бардовской песни и ставший настоящей визитной карточкой Самарской области. Впереди не менее насыщенная культурная повестка. Традиционно на Мострюковских озерах пройдет 10-й юбилейный молодежный форум «Иволга» — фестиваль набережных «Волгафест». Осенью в Самаре и Тольятти состоится второй международный фестиваль искусств «Шостакович XX век» и много других знаковых событий. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. В Самаре транспортные полицейские и неравнодушные граждане не дали выпасть из окна ребенку. К правоохранителям обратился за помощью мужчина, который увидел, что в доме на спортивной на пятом этаже ребенок стоит на подоконнике открытого окна. Капитан полиции Евгения Чугунова, младший сержант Марина Ильясова и учащаяся у Фимского юридического института МВД рядовая Людмила Абовян сначала пытались уговорить ребенка отойти от окна, а потом бросились в квартиру. Дверь открыл 12-летний мальчик. Полицейские схватили малыша, который уже сидел на подоконнике. В отношении родителей, которые оставили детей без присмотра, составили административный протокол. Далее коротко о других событиях дня. Авиабилеты подорожали более чем на треть. Средний чек на перелеты за границу летом вырос на 37% по сравнению с сезоном прошлого года. Такие данные предоставили в крупной российской компании по продаже билетов. Если в 2021 году отправиться за границу самолетом и вернуться в Россию можно было в среднем за 29 тысяч рублей, расчеты сделаны на одного человека в эконом-классе, то в этом уже почти за 40 тысяч. Речь не только о прямых перелетах, доступные россиянам страны, но и о рейсах с пересадками. Сильнее всего этим летом подорожали билеты в Израиль, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Российские власти хотят взять под контроль стоимость обслуживания газового оборудования в квартирах. ФАС будет устанавливать коридор расценок. Также предполагается, что управляющие компании будут заключать единые договоры на такие услуги с профильными компаниями. К газовому оборудованию относятся плиты, колонки, котлы. Такие соглашения сегодня подписывают отдельно с каждым собственником жилья. В итоге 10-50%. Квартир не обслуживаются. В среднем по стране договоры отсутствуют у 60% семей. В Приволжском районе вступил в силу приговор нарушителю правил дорожного движения. 59-летний мужчина в очередной раз сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это выявили во время профилактического рейда. Госавтоинспекторы предложили водителю пройти медосвидетельствование, но тот отказался. В декабре 2019 года автомобилиста уже наказывали за езду в нетрезвом виде, штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора года. За повторное нарушение водителю назначили наказание 160 часов обязательных работ и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на полтора года. В Самарской области стартовал прием заявлений на выдачу разрешений на охоту. Об этом сообщили в профильном департаменте. В период с 13 августа по 31 декабря можно будет охотиться на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. С 20 по 28 февраля разрешат охоту на боровую дичь. Бланк заявлений о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях размещен на сайте департамента. Прием заявлений будет производиться до окончания срока охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов через региональный портал государственных и муниципальных услуг. Многофункциональные центры Самарской области по почте и лично. При получении разрешения при себе необходимо иметь охотничий билет. АвтоВАЗ возобновил производство Lada Niva Legend в новой комплектации 2022 модельного года, сообщается на сайте компании. Внедорожник выполнен в специальной комплектации, стоимость которой будет снижена, однако цена пока не раскрывается. Поставки в дилерские центры начнутся на этой неделе. Lada Niva Legend в комплектации Classic 22 включает в числе прочего гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепление для детских сидений и дневные ходовые огни. Автомобиль оснащен системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач. Сложно представить летний обеденный стол без ароматной дыни. О том, как правильно выбрать лакомство, расскажем в следующем сюжете. Сладкая душистая дыня – всеми любимый летний десерт. По своей популярности она не уступает арбузу. Дыни появляются на рыночных прилавках уже с конца июня, несмотря на то, что сезон наступит только в августе. Из двух самых популярных сортов дынь – торпеды и колхозницы – покупатели чаще всего обращают свое внимание на вторую, рассказывают продавцы. Эта дыня очень сладкая. Сезон как начинает, она, как можно сказать, как медовый идет у нас. Самая хорошая дыня – это колхозница. Продавцы утверждают, что дыню уже можно покупать без опаски. Привозят ее к нам в основном из Казахстана, где уже открыт дынный сезон. И все же выбрать сладкую дыню – задача не из легких. Тут нельзя обойтись постукиванием, как в случае с арбузом. Дыня – это прекрасный ароматный плод, относящийся к семейству тыквенных. Первое, на что покупатели обращают внимание – это ее сладкий запах. И правильно делают. Спелость плода можно определить по запаху, рассказывают специалисты. Корочка спелой дыни должна иметь приятный медовый аромат. Если же чувствуется отчетливый запах травы, плод еще не созрел. Внешний вид тоже имеет значение. На корочке не должно оставаться отчетливых вмятин, как на залежавшихся продуктах. Дыня – это бахчевая культура, которая имеет родство с огурцом. Однако, как показал наш опрос, не все самарцы знают, к чему относится этот ароматный плод. Дыня – это у нас фрукт или овощ? Как вы считаете? Да. Мне кажется, овощ. Дыня – фрукт. Скажите, как вы считаете, дыня – это овощ или фрукт? Ни то и ни другое. А что тогда? Бахчевые. Пользу дыни нельзя недооценивать, ведь в плодах содержится витамин А, аскорбиновая кислота, фолиевая кислота и многие другие полезные элементы. Дыня хорошо утоляет жажду, поэтому ее, как и арбузы, рекомендуют есть летом. Дыни и арбузы, как правило, стоят на 90% из воды. В них также нет ни белков, ни жиров, зато большое количество углеводов, которые непосредственно дают нам энергию. Есть противопоказания, такое, как большое потребление арбузов или дынь, у людей с сахарным диабетом и преддиабетом, потому что высокий гликемический индекс. У людей с болезнями почек, с мочекаменной болезнью. Солнечные дыни будут радовать любителей сладкого и полезного питания до окончания летнего сезона. Александра Гусева, Николай Сидоров, Максим Гусев. События. В честь своего 15-летия Самарагиз запустил конкурс. Поучаствовать в нем до конца июля могут все жители столицы губернии старше 16 лет. Условия просты. Подписаться на группы телеканала Самарагиз в социальных сетях, прислать фото или видео поздравления на электронную почту, выложить фото или видео этого поздравления с хэштегом Самарагиз15лет на своей странице во Вконтакте. Подведение итогов конкурса 16 августа. Подробнее об акции и подарках можно прочитать на нашем сайте и на наших страницах в социальных сетях. Эксклюзивный проект телеканала Самарагиз. Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Жители Самарской области активно подают заявки на получение карты болельщика, наличие которой с июля 2022 года стало необходимым для посещения матчей российской премьер-лиги. За неделю, с момента начала работы сервиса по оформлению карты на портале госуслуги от самарских поклонников футбола поступило более 1700 заявок. Об этом пишет телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Первый матч, на который можно будет попасть только по карте болельщика, состоится в Самаре 31 июля, между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Торпеда». Карта понадобится всем посетителям матчей, зрителям, спортсменам, персоналу, гостям и аккредитованным представителям СМИ. Самый простой способ получения карты болельщика это заблаговременное заполнение заявления в личном кабинете на портале госуслуг. Пройти процедуру по подтверждению личности владельца карты болельщика можно во всех МФЦ. Администрация Красноглинского района рассказывает в своем Телеграм-канале, как сэкономить на платном обучении в ВУЗе. Например, можно получить налоговый вычет. Его лимит на ребенка 50 тысяч рублей в год, налог к возврату до 6,5 тысяч рублей. Максимальная сумма вычета при оплате за свое обучение 120 тысяч рублей в год, экономия на НДФЛ до 15 600 рублей. Еще один способ перевестись на бюджет, если студент два семестра учился на хорошо и отлично, и есть свободные места. Можно поступить по целевой квоте, студент заранее договаривается с будущим работодателем и поступает на бесплатное обучение. В обмен выпускник ВУЗа должен будет отработать в компании минимум 3 года. Можно использовать скидки от ВУЗа, например, за баллы на ЕГЭ, результаты Олимпиад при поступлении после колледжа или за рейтинг. Департамент транспорта Самары сообщает об ограничениях движения. 14 июля с 8 до 20 часов в связи с проведением молодежного форума ИВЛГА-2022 перекроют движение транспорта по дороге в поселке Прибрежной от улицы Набережной до железнодорожной станции 135-й километр. Также в связи с проведением работ по переустройству системы водоотведения до полуночи 20 июля ограничат движение транспорта в районе дома номер 75 по улице Никитинской в Самаре. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте СамарыГИС, на страницах в Одноклассниках и во ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова